Добрый вечер, эфире телеканала СТВ, программа в обстановке мира. Этот учебный год был весьма необычным. Это те непростые условия, в которых мы его завершаем. Это проблема и выпускных вечеров, и испытаний, и итоговой аттестации. Поэтому, позвольте мне представить сегодня наших гостей. Бушная Наталья Владимировна, директор гимназии номер один имени Франциска Скорины, города Минска. Шигаева Анастасия Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета физической культуры. Самотыга Юлия Владимировна, директор гимназии агрогородка Лошница Борисовского района. Лазуркина Анатолий Леонидович, педагог, репетитор, автор запоминающихся правил русского языка, председатель республиканского просветительского объединения «Большая дружба». Можно ли сказать, что вот эта ситуация с эпидемией коронавируса стала вызовом для всей системы образования? Понимаете, мы были готовы к этой ситуации. Коллектив наших педагогов в деревне Башкирово-Кашкловска района готовит два года деток к поступлению в ВОЗ. Мы решили взять эту деревушку, которая уже погибала, которая уже посекундочку, так сказать, исчезала с карты земли. Жителей было все меньше, меньше, меньше. Мы решили взять ее под свое крыло. Построили там храм и построили здание, где мы проводим занятия. В эту деревушку приезжают одиннадцатоклассники старшеклассников Шкловского района, Оршанского района, Горецкого района, Могилевского района. И мы их готовим в ВОЗ. И, как правило, это дистанционное было обучение. Я приезжаю лично, учу математик, физик, все остальные предметы. Химия, биология, история Белоруссии и так далее. Дистанционное обучение. Поэтому ребята наши привыкли к дистанционному обучению. Педагоги наши привыкли. Ну, а я, так как я приезжал и по выходным дням готовил ребят к поступлению в ВОЗ по русскому языку, ну, так уж получилось, что я еще не совсем был готов. У нас такой коллектив, что если радость одна, то и беда у нас общая. Поэтому они, молодые педагоги, взяли меня под свое крыло. И сейчас я свободно. И наши ребята в то же время свободно проводят занятия и чувствуют себя комфортно. В первую очередь, к директорам гимназии. Вот итоговая тестация. Как вы вот в своих учреждениях решаете эту проблему? Тем более, что уже, ну вот, уже все. Выставление отметок началось. Да, на самом деле. Ну, на самом деле, в средствах массовой информации уделяется этому слишком много внимания. И с моей точки зрения, в определенной степени это надуманная проблема. Потому что мы сталкивались с такой ситуацией в каждом учреждении образования. Ежегодно был наверняка такой один или несколько учащихся, которые просто были в одной из четвертей не аттестованы. Именно по уважительной причине, по болезни. Сейчас это явление приобрело массовый характер. Скажем, в разных регионах это происходит по-разному. Поэтому как аттестовывать по итогам трех четвертей? Мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое. Другое дело, что вот вы говорили о том, что как мы находимся, вот наша система образования в условиях вызова вот этой пандемии. Для нас это тоже вызов, на который наша система образования, в общем-то, гибко отвечает. Как и другие сферы. Посмотрите, здравоохранение, что все были готовы к тому, что будет случай. Нет, но посмотрите, как быстро перестроилось. И стали инфекционными больницы те, которые занимались совершенно другим профилем. Точно так же и мы, система образования гибко под руководством и наших управленческих структур и министерств, и непосредственно на местах, но и непосредственно на месте в каждом учреждении образования, избирала вот эту систему, как оценить учащихся. Конечно, вот представьте ситуацию, у ребенка стоит 8 в первой четверти, 8 во второй четверти, в третьей 9 он явно рассчитывал на девятку и получит 9 за год. Но у нас есть возможности, нам позволено аттестовать этого ребенка, сделать все, чтобы он получил эту отметку. Я говорю не абстрактно, я говорю как учитель математики, который в этом году выпускает 11 класс. То есть я непосредственно, как говорится, стою у станка вот этого процесса. Так вот, вы стоите у станка, так вот, как итогово вы лично аттестовываете по итогах трех четвертей? Как вы конкретно технически решаете эту проблему? Во-первых, определенная часть учащихся ходила на занятия, определенная часть учащихся ходила на занятия определенное время. И тогда, учитывая тот факт, что их было несколько меньше, поэтому они, естественно, заработали отметки, и можно им поставить по двум, по трем отметкам. Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определенное количество отметок. Но каждый учитель видит, а вдруг ребенок получил случайно вот эту шестерку, он явно учится на восемь. Поэтому ему предоставлена возможность. Да, у нас среди учащихся были контакты первого уровня, которые, ну, к сожалению, вот в определенное время не посещали занятия. Поэтому было организовано, мы использовали электронный дневник. Мы вообще в нашей гимназии, мы первопроходцы в этом деле, мы очень давно используем электронный дневник, и там есть возможности в том числе и обратной связи. А в первых классах до электронного дневника нет. Ну, знаете, учителя... Все очень, да, безотметочное обучение. Но учителя очень креативно поступили. Например, создали для всей параллели первых классов один ящик электронный, да, и все задания выкладывались. А дети, обратная связь и свои видео, какие-то стихи, как они читают, и какие-то проекты. То есть вот эта вот связь между учеником и педагогом, она не была потеряна в это время. Правда, надо сразу сказать, что те учащиеся, которые остались дома, они... у нас ведь школы не были закрыты. Ну, скажем правильно, не были закрыты. Учреждения образования. Понятно, что на них груз ответственности и самостоятельности более высокий. Они понимали, что им нужно проявить больше самостоятельности во владении материалом новым. Игорь Владимирович, а вот сельская местность, как вы? Да, наверное, в условиях сельской местности у нас немного меньше проблем образовалось, потому что, во-первых, посещаемость сельской местности значительно выше, около 40% у нас посещаемость учащихся. У нас необычная гимназия, она районная гимназия, то есть у нас функционирует общежитие при учреждении образования. И первая сложность, с которой мы столкнулись, конечно, это те дети, которые проживали в общежитии, находятся в отдаленных местах. Плюс еще организован подвоз, и это близлежащая деревня у нас. Но хочу сказать, что, наверное, я согласна с предыдущими коллегами, в том, что учителя были готовы к этому. Готовы почему? Почему? Потому что на протяжении ряда лет у нас функционирует такое обучение, как обучение на дому. И уже на тот момент у нас элементы дистанционного обучения с этими учащимися присутствовали. В условиях сельской местности мы тоже можем сказать, что у нас очень активное информационное сопровождение. Тоже электронный дневник, журналы. И, наверное, еще большим плюсом стало использование платформы «Schools by» на сайте учреждения образования, потому что своеобразный сервис «Я-класс» позволяет иметь личный кабинет каждому учащемуся, выполнять как теоретические, так и практические задания. Но вот вы знаете, общаясь с педагогами, и вот говоря про безотметочное обучение, я еще для себя сделала такое открытие, что 60% учителей в основном воспользовались Google-классами. Классами, которые позволяют одновременно получить связь с учащимся и непосредственно общаться с ними вживую и дистанционно. Поэтому с аттестацией в условиях сельской местности я хочу сказать, что, в принципе, на сегодняшний день, имея вот те документы, о которых говорили, разработан график личной аттестации. Уже на сегодняшний день следует сказать, что 90% учащихся воспользовались графиком личной аттестации и практически повысили уровень своих знаний, выполнили задания и пришли к какому-то определенному уровню. Выпускные и линейки. Вот я, к сожалению, допустим, не вижу четкой системы и четкого алгоритма действий, какой-то четкой инструкции со стороны Министерства образования на сегодняшний день. Потому что, ну, складывается впечатление, что этого алгоритма нет. А складывается впечатление, что это просто дано на откуп директорам и родительским комитетам или только директорам. Это очень болезненный вопрос на сегодняшний день. Совершенно согласно. Выпускные, последний звонок, линейка. Почему больной? Потому что даже в рамках одного города с одной и той же эпидемиологической ситуацией один директор идет на то, чтобы провести выпускной, последний звонок, либо линейку. Другой ограничивается только, говорит, что будет только выдача, и то по классах, аттестатов. Вот это на самом деле очень сильно волнует и моих избирателей. Да, я сам отец выпускника детского класса, и поэтому, ну, особенно большая травма для девочек. Потому что они к этому особо тщательно готовились, скажем так, разучивали дети венские вальсы и все остальное. И вот для них непонятная ситуация сложилась. Нет четкого алгоритма действий. Я считаю, что это должно быть системно. Как вы считаете? Я полагаю, что все-таки инструкции нет, потому что в разных регионах ситуация складывается по-разному. Поэтому я полагаю, что это, если небольшая сельская школа, и там нет ни одного случая, то наверняка это будет в такой традиционной форме. К сожалению, например, в нашей гимназии это несколько затронуло как раз выпускников, 11-классников, вот эта болезнь. Поэтому, безусловно, я вижу свою задачу в том, чтобы организовать выпуск, чтобы успокоить и учащихся, и родителей, и максимально сделать, чтобы это был праздник. Мы сейчас готовим, например, праздник последнего звонка. Это однозначно будет, планируем выложить в видео некие обращения, какие-то фрагменты воспоминаний. Но предложим это учащимся сделать одновременно, так сказать, заглянуть на наш сайт и увидеть все те сюрпризы, которые мы готовим для них. Что же касается выпускного вечера, мы очень рассчитываем, что будет хорошая погода, и у нас есть возможность расположиться на территории у гимназии, учреждения, образования, поставить там столики, поставить стулья. У нас там есть такая большая стена, на которую можно проектировать все то, что мы планировали сделать. Хотя мы, безусловно, готовимся к тому, что не все учащиеся могут прийти на это мероприятие. К этому надо быть готовым. Но я вам могу сказать, что буквально на днях мы провели такую встречу, опять же, в режиме дистанционном, через Zoom, встречу с родительскими комитетами, где мы изложили свою точку зрения, как мы видим наш педагогический коллектив, и очень хотели бы получить отклик от отдельных. Мы, родители, представители родительской общественности, класса, получили этот отклик, но договорились, что встретимся еще чуть позже в таком же режиме и согласуем конкретно, как это будет. Я с вами совершенно согласна. Знаете, свадьбу человека может быть несколько раз. А выпускной точно один. Точно один. Прощание со школой, 11 лет вместе. Поэтому, знаете, вот здесь это правда. Сейчас каждый руководитель мыслями думает о том, как сделать этот праздник. Как сделать, чтобы дети наши не пострадали чисто так вот эмоционально. Это правда. Вот как вы будете проводить? Сколько у вас выпускников? Ну, у нас 11 класс один, 24 учащихся. Конечно, это уже говорит само за себя, потому что в условиях одного класса у нас появилось больше возможностей. Но надо сказать, что у нас на уровне области района есть какие-то определенные требования выработанные, то есть какие-то более одинаковые требования, чтобы это было все в торжественной обстановке, чтобы это все проходило с использованием каких-то определенных традиционных моментов. То, что касается последнего звонка, естественно, с учетом посещения детей мы тоже это будем проводить на территории школы для 9-11 классов. Нами тоже запланирован ряд мероприятий, как и сказали городские руководители, так и мы присоединяемся. Конечно, мы запустили своеобразный челлендж, который назвали «Время воспоминаний стимул 2020», который позволит объединить всех учащихся гимназии – родителей, педагогов, руководство учреждения образования. Ну и, наверное, для учащихся, для выпускников своеобразным таким моментом станет закладка аллеи выпускников, которая, ну, наверное, вот этот торжественный момент все-таки позволит оценить, что это выпуск 2020 года. То, что касается выпускного вечера, ну, с учетом расположения в сельской местности у нас есть Дом культуры, который рассчитан на 600 мест, и учитывая, что у нас 24 учащихся, мы можем себе позволить организовать торжественное вручение аттестатов со своеобразным капустником, возможно, поздравлением. Все согласовано с родительским комитетом, с вышестоящими организациями. Будем пробовать создавать праздник, потому что эти учащиеся в этот год должны получить, вот, наверное, тот же праздничное настроение. Да, компенсацию за то, что где-то вот это нельзя их лишать праздника. Потому что у нас даже стоял вот такой вопрос в традиции, что мы от гимназии до Дома культуры идем красивым, ну, вот, таким, шеренгой, то есть для того, чтобы весь поселок, это же все-таки сельская местность, ощущали праздник. И, как бы, я думаю, что и родительский комитет, и руководство мы это поддержали, и все-таки своеобразный праздник будет. Ну, сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ну, а сейчас мы продолжим наш разговор. Вступительная кампания. Смещены сроки ЦТ, поэтому и вступительная кампания на сегодняшний день, она весьма своеобразна. Специфика этой вступительной кампании. Как она будет проходить, какие мифологемы бродят вокруг вступительной кампании, и что с учетом вашего опыта и всех остальных нюансов, как вам этот процесс видится? Ну, университет физической культуры готовится активно к приемной кампании 2020 года. В этом году отличительной чертой будет 2020 года приемной кампании, что абитуриентам будет позволено предварительно подать документы в электронном личном кабинете, который будет располагаться на сайте университета. Они будут заполнять своеобразную форму, где будут заполнять персональные данные и другую информацию о себе. Также прикладывать необходимые документы, копии. Приемная комиссия будет обрабатывать документы, которые предоставляет абитуриент. После этого абитуриенту будет возможность выбрать предварительную очередь электронную. Он выберет день и время, когда ему удобно будет посетить нашу приемную комиссию. Приемная комиссия сейчас уже активно готовится в плане расположения служб, которые будут задействованы в приемной комиссии. Это отдельный вход, который будет направлен только на приемную кампанию 2020 года. Естественно, это будет соблюдение всех противоэпидемиологических мер, которые необходимо будет. И члены приемной комиссии тоже будут в средствах личной защиты. Абитуриенту будут представлены все эти меры, чтобы у них была безопасная дистанция социальная, будет соблюдаться. У нас университетский городок позволяет сделать эту безопасную дистанцию в очереди, которая в любом случае будет как бы оптимально. Будет в этом году еще то, что университет подготовит приемную кампанию так, чтобы абитуриент уменьшил время пребывания в приемной комиссии, чтобы он пришел, быстрее обработали документы, получил расписку, экзаменационный лист и пошел готовиться к вступительным испытаниям, которые у нас в университете проводятся. И детям придется еще раз приехать к нам в университет именно в рамках вступительных испытаний, которые будут проводиться тоже на базе университета. Скажите, а как технически будете в этом году решать проблему последнего дня, судного дня, когда все судорожно летят с документами? Я думаю, что судорожно в день этот, как вы сказали, все университеты будут пытаться решить. Так вот интересно, какой алгоритм технически, с учетом всех этих нюансов? Технически, как мы уже сказали, что запускать абитуриентов будут без сопровождающих, например, чтобы ускорить время подачи. Документы, которые можно дозаполнить, либо доподписать дома, они будут выданы абитуриенту на руки, в плане того, чтобы его ограничить пребывание конкретно в обработке документов. И желание абитуриентов в последний день донести, поменять свое мнение, перебросить на другую специальность нигде не уйдет. Он, конечно, лично должен подать это заявление. Поэтому, как я же сказала, у нас хорошая обстановка тем, что у нас университетский городок это позволяет сделать. В плане того, что есть размещение внутренние корпуса, еще есть стадион, который позволит, не создавая массовость, это все осуществить. Как, с учетом того, что сроки перенесены, какова реакция ваших будущих студентов, ваших абитуриентов, которые вы готовите? Как реакция детей, как вы к этому изменению этой парадигмы подготовились, пожалуйста? То, что сроки перенесены, большинство и педагогов, вернее, педагоги все, и учеников рады. То есть будет больше времени на подготовку. Кто-то чувствует, что немножечко чего-то там не доготовился. А у нас, у педагогов, есть такое ощущение, что-то могли бы еще дать. Вот, допустим, мы проводим занятия в режиме онлайн. Мы не диктуем из книги, из учебника, из конспекта. Мы в последние минуты вспоминаем, а ведь мы не дали им еще, например, те слова, словарные, которые не надо зубрить. Которые зубрить, ну просто нет необходимости. Ну попробуй как-то вызубрить столько слов в русском языке. Наши педагоги, конечно же, сейчас стремятся сделать все, чтобы восполнить то, что упустили, забыли и так далее. Поэтому они рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули. Больше времени на систематизацию обобщения. И здесь после экзаменов время еще поработать. Вот в чем. Вот ваши выпускники как относятся к этому смещению сроков. Раз. Второй нюанс. К вам, как директорам гимназии, которые по определению, это школа со знаком качества, я в этом глубоко убежден. А скажите, хватает вашей гимназической подготовки для хорошего, высококачественного сдачи ЦТ без участия или соучастия, скажем так, репетиторов? Или все-таки без этого невозможно? Репетиторство было во все времена. И, наверное, вам, как историку известно, и те времена давние дореволюционные царские были тоже репетиторы. Они были и в советские времена, когда нужно было, ну, что-то систематизировать, обобщить материал для подготовки поступления в ВУЗ. Но я почему-то уверена, что у вас не было репетиторов, и у меня тоже не было репетиторов, когда я поступала. Потому что не было репетиторства таким массовым явлением, каким оно стало в 90-е годы. Возможно, это явление стало таким, потому что это было неким таким атрибутом, что ли, такого финансового благополучия семьи, вроде какой-то демонстрации этого. С моей точки зрения, репетитор может быть, но это может быть использованный репетитор как некое средство, как я сказала, обобщения и систематизации. Наша школа белорусская в состоянии подготовить абитуриента к поступлению в ВУЗ самостоятельно. Но для этого нужно проявить абитуриенту волю, самостоятельность и использовать все возможности, которые предоставляет школа, не игнорировать их. А возможности есть. Профильный класс. Два предмета на повышенном уровне, пожалуйста, бери. Два предмета из трех. Далее, факультативные занятия. Они есть. У нас есть поддерживающие и стимулирующие занятия. Не надо их игнорировать и рассчитывать на то, что репетитор даст больше. С большим уважением я отношусь к коллеге, который здесь находится в зале, за его вот такие интересные находки. Но тем не менее. И вы знаете, конечно, у репетитора своя задача, но у нас в школе немножко иные задачи. Поэтому если мы будем говорить о том, что только репетитор может подготовить для поступления, это, знаете, коллеги, это подрыв престижа самой системы образования. Значит, вроде как бы мы ни на что не способны. Простите, а мы способны. Мы помогаем. Помогаем. Вы помогаете. Мы вместе делаем одно дело. Поэтому это и престиж профессии учителя. С учетом нынешней ситуации, с учетом того, что все-таки специфическая четвертая, скажем так, аккуратно четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, я прошу прощения за вторую главу, как в прошлом году, или будет ниже? Как скажется это на поступлении? С вашей точки зрения. Понимаю, что прогнозы-то вечно благодарны. Но такой общий вопрос. Мне кажется, что в принципе он должен остаться на том же уровне. Почему? Потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий для того, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что в принципе они же нацелены на учреждения высшего образования, достаточно конкурентоспособные. Понимают, что на сегодняшний день балл зависит от того, как сдадут все. Вот, кстати, дети, выпускники, в последнее время часто задают вопрос, а вот как вы думаете, каким останется проходной балл в этом году? Будет он выше того уровня, который был в прошлом году, либо ниже? И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что в любом случае педагогический коллектив делает все для того, чтобы уровень сохранился на том же уровне, а, возможно, и выше. Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования, дать качественное знание. Но здесь тоже, опять же, многое зависит от самого абитуриента, от самого выпускника. Ведь если он не ходил в учреждения образования, у него, в принципе, было больше времени даже сосредоточиться на эти три предмета. Если все остальные предметы, вот была дала такая возможность, поэтому можно ожидать, что будет даже выше. Будет и повыше, да. Понимаете, можно ожидать. Но это все зависит от того, как это было организовано самим учащимся. Потому что он мог увидеть, что по остальным предметам за три четверти у него вполне хорошие отметки, все усилия сосредоточить на этих трех предметах. Это тоже неплохо. И сроки эти позволят, потому что экзамены завершатся, выпускные вечера пройдут, и две недели все-таки времени. Можно напряженно поработать. Подготовку тех предметов, которые они сдают, они дадут свои плоды. Поэтому пожелаем нашим выпускникам, абитуриентам и потенциальным студентам сосредоточить все свои усилия, проявить максимум воли и самостоятельности, организованности. В этом тоже родители должны помочь. Но и мы, педагоги, рядом, пусть даже на дистанции. И репетитори тоже самое. И репетитори тоже. Можно в защиту репетиторов скажем? А вот насчет, Анатолий Леонидович, с учетом того, что две недели форы, к вам больше обращаются за помощью, с учетом того, что изменились сроки? Больше, меньше? Как вы... Школа закончится как раз, по идее, самое время систематизировать знания. Как есть вот... Либо же контингент устойчив и не изменится. Ирина Александрович, к нам, да, хотя я скажу, на 10 лет вперед записывают своих детей. На 10 лет вперед. Первоклассников. Первоклассников. Знаете почему? Первоклассников. Да, даже первоклассников на 10 лет вперед. Не только ради запоминающихся правил. Да. У нас, чтобы вот коллеги знали, насколько вот это ребята ценят, у нас задача сделать так, чтобы он переступил порог наших, допустим, курсов, и через год этот человек вышел более уверенным шагом, шел по земле. То есть мы делаем все для того, чтобы человек учился прощать, чтобы он учился не притягивать негатив, чтобы человек утром не просыпался, не грозил кулачком. Ах, как он... Человек высвобождает столько энергии, столько времени, вы не представляете, так? Вы смотрите, так? Мы же им никогда не говорим. Вы изобрели эти слова. Зачем? Вы смотрите. Что за карточки он принес? Это изобретение нашего педагога Анатолия Анатольевича, так? Да. Мы... Вот они друг другу показывают. Асока или асока? Асока растет недалеко. Так? Дальше. Да. Или, допустим, вот ломота или ломота? Ломота, спать, охота. И так далее. И по каждому буквально слову. А сейчас еще одна маленькая, небольшая реклама. Мы возвращаемся с рекламы и продолжаем нашу беседу. Анастасия Владимировна, скажите, вот с учетом дистанционных форм обращения и все остальное, как вам кажется, ваш ВУЗ в этом году, скажем, количество тех, кто будет поступать, увеличится, уменьшится? Вот как вы полупрогнозируете? Ну, с учетом того, что у нас все-таки... Были же дни виртуальных открытых дверей, у вас уже какая-то статистика должна быть, правда? Да, да, да. Онлайн-конференция. С учетом того, что у нас все-таки университет, который готовит специалистов в определенной сфере физической культуры, спорта и туризма, есть определенные уже люди, абитуриенты, которые нацелены, те, кто занимался спортом, любит физическую культуру, увлекаются туризмом. То есть у нас определенная, как бы есть своя такая, и среди абитуриентов уже своя ниша, которые пойдут конкретно к нам. Я думаю, что спрос в этом году по проведению дней открытых дверей, профориентационной работы не снижается. Есть дети, которые конкретно нацелены к нам, они выбрали свою будущую профессию. Поэтому мы надеемся, что у нас все получится, мы выполним контрольные цифры приема. Дорогие коллеги, с учетом того, что, ну, что называется, ситуация, обстоятельства заставляли нас, всех, кто работает в системе образования, более активно обращаться к дистанционным формам обучения. С учетом того, что наработан опыт за эту четвертую, самых различных дистанционных форм, да, скажите, вот, ну, естественно, что эта ситуация уйдет, но вместе с тем вот этот приобретенный опыт останется. Скажите, в каком объеме, в какой мере и в каких формах вы сами для себя, с учетом вашего колоссального педагогического опыта многолетнего в системе образования, будете использовать эти дистанционные формы. Ну, я сразу скажу, что вот от себя вот мнение, я считаю, что личный контакт и личное присутствие на уроке не заменит никакой дисплей. Абсолютно согласно. Это правильно, конечно. Вы знаете, я даже более уверена в том, что учитель, классный, высокий профессионал, смелым, с доской и сам проведет урок абсолютно не хуже. Того по любому предмету, который позволяет нам использовать некие современные технические средства. Но с учетом того, что мир очень быстро развивается, конечно, мы будем использовать вот тот опыт, который мы наработали, как вы совершенно верно сказали, его оставить нельзя. Потому что кто знает, что случится там со второй, с третьей волной. То есть мы сейчас приобрели все человечество. И в том числе наша система образования приобрела колоссальный опыт. Мы должны быть готовы и к таким тоже ситуациям. Поэтому, знаете, тут приобрели все этот опыт. И Министерство образования на всех уровнях, но и каждый учитель. Он уже увидел. А те, которые еще все-таки с опаской смотрели на эти средства обучения, да, они теперь понимают, что без них не обойтись. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, положительным моментом является то, что огромная методическая база сформировалась. Ведь согласитесь, вот за этот период не каждый педагог имел возможность выложить свои дидактические материалы, создать свой блог, создать свой сайт, расположить некие там практические наработки. А на сегодняшний день, как в рамках учреждения образования, области, района, то есть где-то даже и республики, наверное, сформировалась та база методических материалов, которой может воспользоваться любой педагог. И в первую очередь, я думаю, что это будет огромное подспорье молодым педагогам. Потому что сегодня прийти в учреждение образования и иметь уже сложившуюся такую наработку, то, естественно, это огромный плюс. Я бы сказала, что самый главный, наверное, плюс – это методическая база. Это самый главный плюс на сегодняшний день. Вот система высшей школы. Система высшей школы, система переподготовок в самых разнообразных вузах. Я знаю прекрасные примеры. Меня очень впечатлило, допустим, я так давно знакомился с опытом Академии управления при президенте Республики Беларусь. Как они проводили. То есть я считаю, что это вообще заслуживает особого даже семинара на уровне комиссии. Все остальное посмотреть, как это сделал Енадий Владимирович Пальчик, как это сделала профессура и доцент Академии управления для своих. А вот скажите, в нашем конкретном вузовском случае, я не говорю сейчас о стационарных студентах, но когда мы говорим о заочных формах обучения, о формах переподготовки, квалификации, ну, всегда традиционно что? Командировки, две недели, три недели, отрыв от основного производственного места, занятие этих мест в общежитиях, это использование, амортизация дополнительного аудиторного фонда, но вдруг оказалось, что ту же переподготовку можно спокойно проводить в онлайн-режиме. Можем ли мы более кардинально решить, в том числе и на уровне законодательном, какие-то вот эти вещи, о которых я сейчас говорил, сделать более массовыми и сделать нормой, не утрачивая качество образования, и существенно при этом мы будем экономить деньги, на самом деле бюджетные деньги. Я думаю, что вполне, наверное, возможно, с учетом того, когда ситуация все-таки станет больше положительной, скажем так, в системе здравоохранения, в нашем здоровье, я думаю, что и Министерство образования, и вузы пересмотрят, либо дополнят свои методики и системы подготовки, ведь повышение квалификации или заочная форма получения образования сейчас существует в дистанционной форме, и зачеты, и текущая аттестация, как вы сказали, это, конечно же, проводится в дистанционной форме. Очень большая методическая база, как сказали уже мои коллеги, действительно, электронно-учебно-методические комплексы, которые разработаны по всем дисциплинам, которые имеют в себя очень блок лекций и практических заданий семинарских, то есть, в принципе, слушатель повышения квалификации при подготовке кадров вполне может освоить эту программу с учетом новых уже технологических внедрений. У нас есть система Moodle, которая наполнялась преподавателями, сейчас она активно используется, помимо того, еще иные все информационные современные технологии используются, поэтому я думаю, что в итоге это будет, наверное, реально, но это будет зависеть, конечно, от Министерства образования и курирующих образовательный процесс органов. Ну, а вы, Анатолий Леонидович, при подготовке своих выпускников, какие новые формы будете использовать? Либо все-таки личный контакт в первую очередь, когда вы выйдете уже на эту ситуацию? Ну, конечно, хотелось бы как можно быстрее увидеть своих учеников, хотелось бы как можно быстрее с учениками встретиться, да, и в любом случае мы при всех, скажем так сказать, каких-либо, какие мы нашли преимуществах вот сегодняшнего нашего обучения, да, мы, конечно же, ждем того дня, когда мы встретимся с учениками, да, и дадим им то, что не дадали. То, что не получилось дадать. Да, то, что не получилось. То есть все-таки не дадали, то есть в любом случае дистанционная форма, с вашей точки зрения, более ущербна, чем прямой контакт. Не каждый преподаватель так считает, так я считаю, так что, так сказать, мне, конечно, лучше видеть учеников, да, видеть глаза, да, я привык так, да. А есть педагоги, молодые, которые, ну, привыкли, да, работа дистанционная и так далее. Да, и у меня несколько другая ситуация, я бы, конечно, проводил бы занятия. Мы же все-таки говорим о том, что образование – это обучение и воспитание, а сейчас, в 21 веке в изменчивом, скорее всего, воспитание и обучение. То есть это не просто приобретение каких-то знаний, наполнение учащегося, да, знаниями. Да, это важная задача, воспитательное, развитие и социализация. Знаете, как дети бросались друг к другу после длительных каникул. Это правда, это да. Как им хотелось. Надо было, знаете, когда говорили, дети, давайте дистанция, они соскучились. И вот это общение, которого они были лишены определенное время, это, конечно, такой серьезный, может быть, даже психологический аспект вот этой ситуации, в которой мы находились. Все равно спрашивают, скоро увидимся, скоро увидимся. Шановные коллеги, шановные глядачи, шановные батьки, шановные дети, я хочу всем пожадать плену на экзаменах, плену на ЦТ и поспехового поступления у той высшейшей научальной установы, у той средней специальной установы, у которой вы собираетесь поступать. Я хочу пожадать усим тем, кто в этом годе, абирая свой лес, абрать его асенсована, перемахчы в процессе конкурсной бородьбы и по максимуму саморализоваться в будущем. И еще мне очень хотелось, как, не глядячи на всю эту ситуацию, не глядячи на всю складанность ситуации, мы все ж таки памятали, что человек, когда он развитывается со своей школой, со своей гимназией, не глядячи ни на что, повинен развитываться со своей альмаматор, а як мая быть с высоким узровнем удячности до того складу педагогов, який их подрыхтовали, и с отчуванием свята в души, в сердце и в процессе ритуалов, яких так сама, я глубоко перакананы, нельга обменять. Яны могут пройсти в большей обмежаванных формах, али позбавлять и батьков, и децей гэтого свята, я не разумею таких подыходов, тем больше, что у нашей краины режима, скажем так, карантина не было и нема. И тому давайте так сама, поводить себе разумно, ащадно, годно и не позбавлять ни батьков, ни децей, их права на свято, на святочность и на врачистое вручение аттестатов. Дякую за то, что были с нами, дякую за то, что слухали нас. Усим всего самого наилепшего.